Всем привет! Переходим к Позднему Возрождению. С конца XV века Италия страдала от постоянных войн, наблюдался упадок экономики и торговли. Церковь боролась с искусством, порожденным философией гуманизма. Наступил кризис, и период Высокого Возрождения заканчивался, уступая место Позднему Возрождению. Католическая церковь пыталась контролировать художественное творчество, поэтому отдавала предпочтение тем художникам, которые обслуживали религиозные нужды и пропагандировали аскетизм. Главными городами периода Позднего Возрождения были Венеция и Флоренция. Но в Венеции не было такого богатого наследия античности, поэтому там художники выражали любовь к своему городу. Окружавшие художников ландшафты способствовали формированию своего стиля, где значение имел цвет. Мы уже говорили о Тициане в прошлом видео, но не обращались к позднему периоду его творчества, когда он достиг вершин как в своем живописном мастерстве, так и в эмоционально-психологическом толковании религиозных и мифологических тем. Его картины приобрели драматический характер, появились мазки. Теперь на его картины нужно было смотреть на расстояний. Например, работа положения в огроб. В ней сдержанный колорит с пятнами насыщенных цветов. Фон не прописан, сам Иисус не худощавый, как его обычно изображали. Здесь он больше похож на павшего воина, чем на мученика. Также Тициан подвергся течению маньеризма, о котором подробнее поговорим чуть позже. Одно из произведений в этом стиле можно считать коронование Христа терновым венцом. В картине нет перспективной глубины, окружение слабо освещено, а фигуры будто возникают из темноты. Позы динамичные и драматичные, и не совсем естественные для данной сцены. Это и есть черты маньеризма. Далее перейдем к художнику, стиль которого сложился под влиянием Микеланджело и Тициана. Творчество Тинторетто пронизано идеями возрождения. Тинторетто – это прозвище, означает «маленький карасильщик». Получил он такое прозвище из-за профессии отца, работавшего карасильщиком. Настоящее имя Тинторетто – Якоба Рабусти. Примерно в 1555 году Тинторетто пишет картину в видении Марии во храм для церкви Санта Мария дель Орта. Картина запечатлела сцену, когда родители Марии привели ее на воспитание в храм. Все дело в том, что она происходила из рода царя Давида, которому через пророков было обещано, что среди его потомков будет мессия. Тинторетто находит необычное решение для изображения этого момента. От зрителя вверх ведет крутая лестница. Слева в тени находятся фигуры нищих, справа светлая сторона картины и, может быть, и жизни, на которой Тинторетто изобразил матерей с детьми. На самом верху священник встречает маленькую Марию. Сама Мария изображена хрупкой на фоне огромной лестницы с расписанными золотом ступенями. С годами усиливается драматизм в работах Тинторетто. Его картина под названием «Похищение тела святого Марка» рассказывает легенду о похищении венецианцами тела святого Марка, замученного язычниками. Святой Марк был учеником апостола Петра и основателем церкви в Александрии, где проповедовал Евангелие. За это его и убили в 1963 году. Язычники хотели сжечь тело святого апостола. По легенде, когда развели костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и погребли его в каменной гробнице. Позже на этом месте была построена церковь. А вот в 820 году сменилась власть в Египте, и христианскую церковь начали теснить. Тогда и происходит кража останков святого Марка венецианцами. Можно подумать, что эти люди из благородства выкрали мощи святого Марка, чтобы похоронить его в Венеции, но нет. В те времена, когда Венеция была никому не интересна, хорошей идеей было приобрести известного покровителя, чтобы массовое паломничество пополнило казну, а также повысить статус города, который теперь защищает один из евангелистов. Я немного отошла от темы живописи, но мне показалось, что это интересная история. Она заставляет задуматься о том, сколько еще настоящих мотивов действий в истории мы не знаем. Что касается картины, перспектива ведет наш взгляд к храму. Небо мрачное, багрово-черное, со светящимися молниями. Создает ощущение, будто кто-то пытается помочь этим людям выкрасть тело святого Марка. Хотя завет гласит «не укради». Ну да ладно, это другое. Люди в страхе и панике разбегаются, пытаясь укрыться в здании слева, которое странным образом слишком ярко освещено при таком затянутом небе. Скорее всего, писать картину с изображением святого Марка и во времена Тинторетто было способом воздействия на верующих. Пауло Веронезе, настоящая его фамилия Кальяри, приехал в Венецию в 1553 году для украшения дворца Дожей. Там он выполнил плафоны и декоративные панно. Полотно овальной формы украшает потолок зала Большого Совета. Это одна из лучших работ Веронезе, которая принесла ему известность. Композиция представляет собой церемонию коронации молодой Венеции небесным ангелом. Венеция в облике женщины победно восседает на троне. Фигура ангела изображена в очень сложном ракурсе. Такие неожиданные ракурсы были свойственны творчеству Веронезе. Вокруг главных героев расположены люди, аллегорически указывающие на все добродетели Венецианской республики, которые обеспечивают ее процветание и славу. Самый высокий ярус неба, как место обитания бога. В изображении богатый цветовой колорит, которым отличался Веронезе. Также его отличало смелое воплощение творческих идей. И однажды, из-за своего свободомыслия, Пауло даже подвергся суду Инквизиции, однако был оправдан. Его всего лишь обязали исправить несколько спорных по содержанию картин. Веронезе любил изображать торжественные многофигурные композиции праздничных пиршеств. Например, картина «Брак в Кане». По сюжету Иисус с учениками был приглашен на празднование в Кане. К концу праздника вино закончилось, и Иисус повелел слугам наполнить кувшины водой, которая затем превратилась в вино. Веронезе соединял библейское с современным, используя интерьеры и костюмы своего времени на героях из Библии. Также Веронезе изображал алтарные образы. Для примера, Мадонна с младенцем и святыми. В 1575 году чума достигла Венеции, и, возможно, обстановка в стране так повлияла на Веронезе, что его работы стали более сдержанные и трагичные по сюжету. В XVI веке, когда культура Возрождения стала приходить в упадок, появилось новое ответвление, называемое маньеризмом. О маньеризме мы уже говорили в видео про архитектуру, но все же напомню. Маньеризм происходит от итальянского слова «манера», что означает некий прием, художественный почерк. Появлению этого стиля, как в общем и всех стилей, способствовала обстановка в стране. Художники уходят от воплощения на холсте реального мира и склоняются к воплощению внутренних идей. Фигуры часто вытянуты, позы изломаны, сложная цветовая гамма, а образы напряженные. Маньеризм был переходным этапом к стилю барокко. Однако не все художники поддались новомодным веяниям, многие продолжали придерживаться реализма. Одним из ведущих представителей маньеризма был Панторма, настоящее имя которого якобы Коруччи. В нем был дух экспериментаторства. Панторма не следует устоявшейся традиции, отказывается от введения в картину пейзажного фона или архитектурной декорации, построенной по правилам прямой перспективы. Известная его работа – это снятие с креста. Картина, наполненная эмоциональным напряжением. Фигуры слишком близко приближены к переднему плану. И что удивительно, лица людей выражают печаль, и в то же время мы видим яркие краски. Здесь большую роль играет атмосфера, а не личность главного героя. И еще один представитель маньеризма – Пармиджанино, что переводится как «маленький житель Парм». Его настоящее имя – Джироломо Франческо Мария Мацоло. Рано потеряв родителей, Пармиджанино воспитывался братьями по отцу. Франческо получает первый престижный заказ на выполнение фресок для базилики Сан-Джованни Эванджелиста. Здесь он знакомится с Кареджо, который сильно повлиял на творчество Пармиджанино. Позднее художник переезжает в Рим. Он отправляет несколько своих работ папе Клименту VII, который был впечатлен талантом Пармиджанино. В числе отправленных работ был автопортрет в выпуклом зеркале. Это была интересная картина, так как Пармиджанино изобразил все так, как искажало зеркало. В Риме Франческо как губка впитывает в себя все прекрасное, чем мог похвастаться Рим. Эта насмотренность была частью обучения художника, что помогло сформировать свой стиль. Он отошел от классических канонов и искал новые выразительные формы. Мог намеренно искажать пропорции фигур или нарушать привычную для возрождения гармонию композиции. К примеру, картина Мадонна с длинной шеей. Здесь он уходит от слишком строгой натуралистической правдоподобности. Картина не была закончена. А в картине Мадонна с розой лицо Мадонны какое-то надменное. В образе присутствует аристократизм. Это уже не сравнимо с теми вариантами Мадонны, которых мы видели ранее. А на этом сегодня все. Не забывайте поддержать канал лайком, подпиской, комментарием. И до встречи в новом видео.